У каждой семьи есть своя семейная реликвия, которую они передают из поколения в поколение. У семьи Никифоровых свое сокровище, и это сокровище находится в холодильнике. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это такое у вас? Вообще мы называем это волшебным веществом в нашем доме. Это закваска, это основа нашего волшебного хлеба, это альтернатива дрожжам, которые сейчас все ругают. На Руси это было в каждом доме. Она живет в холодильнике, мы достаем из холодильника, она постояла у нас, ожила, появились вот такие волшебные пузырьки. Теперь мы, что мы делаем? Мы наливаем заквасочку. Вот так в кружечку налили. И отмерили эту кружечку сюда. Вот, Татьяна, выливаем в стакан закваски, в стакан воды. Теперь, чтобы... Ну да, можешь перемешивать. Теперь, чтобы восполнить закваску, ее нужно накормить. Для того, чтобы восстановить вашу закваску, добавьте в банку 3 столовые ложки муки, столько же овсяных хлопьев и залейте водой. Все мы любим сладенькое, и наша закваска не исключение. Закваска наша готова, мы ее покормили, можем ее уже отложить. Все. Теперь мы приступаем непосредственно к замесу нашего хлеба. Я добавляю сейчас пшеничную муку, от которой мы стараемся все-таки уходить. В рецептах ее очень много бывает, но мы заменяем некоторые ингредиенты. Вот, допустим, ячмень, который всеми забыт. Очень полезный сладк. Вот, насыпаем ячменные хлопья в белый хлеб. Можем даже и ржаных добавить, это будет красиво. А еще мы любим добавлять семечки подсолнуха сюда же. А еще, посмотрите, вот это вот проростки пшеницы. Еще у нас в замес идет ложечка сахара, ложечка соли, так, и еще овсяных хлопьях мы добавим. А я буду делать замес с помощью техники, которая называется рукавичка. Это техника, при помощи которой девушки на руси желали, и женихов в том числе, то есть из белого хлеба вели нити. После замеса хлеб должен настояться 4-5 часов. Следите, чтобы он не убежал. Пока тесто расходится, сделать можно черный хлеб. В тесто добавьте солод и проделайте ту же операцию. Не забывайте подкармливать закваску. И сейчас мы его украсим нашими любимыми семечками и отправим куда? Выпекаться. Хлеб выпекается в течение часа. Пока еще горячий, угостите своих близких и полакомитесь сами. Вот у нас второй хлеб уже получился. Да, на самом деле ингредиентов здесь совсем немного. Все их можно приобрести в магазине. Но самый главный ингредиент, это, конечно же, ваша любовь. Так что... Живите вкусно. И смотрите «Утро на Енисея». Субтитры создавал DimaTorzok